Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Скоро выборы. Антикоррупционный комитет проверил дежурную часть. С дипломом в новую жизнь. И сейчас обо всем подробнее. В преддверии главного события осени – выборов Совета муниципального образования – на Политсовете партии «Единая Россия» обсудили ряд важных политических вопросов. Заседание Политического совета Анапского отделения партии «Единая Россия» началось с приятного. Новым членам партии вручили долгожданные партийные билеты. Партийный билет. Сегодня никаких преимуществ вам перед другими не дают. Мне кажется, это хорошо. Желающих присоединиться к партии немало. Например, Алексей Новгородцев считает, что молодежь может реализовать себя в партийных проектах, проявить себя и посильно помочь. Я изучал различные политические организации, которые есть у нас в России. Я читал программы и считаю, что партия «Единая Россия» наиболее подходящая, можно сказать, по моим идеалам. Активного студента в партию приняли единогласно. Заместитель главы курорта Олег Костенко доложил о задачах партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Это проект, который направлен на повышение информированности граждан об основных направлениях государственной жилищной политики, повышение грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, воспитание грамотных и ответственных собственников жилых помещений. Руководителем проекта избран заместитель главы города Владимир Забураев. Новому руководителю глава муниципального образования Сергей Сергеев незамедлительно поставил задачу по домам, в которых нет управляющей компании. Дал ночь на размышления и поручил сразу же браться за решение важной проблемы. Объявить конкурс и выбрать управляющую компанию. Не шутите, зима впереди. На заседании полицовета утвердили список партийных кандидатов на предстоящие выборы в Совет муниципального образования. От партии «Единая Россия» их 27. Сегодняшний день я старт нам, и вы должны помнить, что вы избираетесь в новый совет, который будет работать уже по новому, как его назвать, законодательству. Если правильно сказать, законодательству. И надо учесть те вопросы и недоработки, которые были у Совета избранного сейчас. Краснодарская региональная общественная организация и комитет по противодействию коррупции скоро откроют в Анапе общественную приемную. Сегодня представители комитета в рамках акции «Гражданин и полиция» проверили работу дежурной части полиции. Особое внимание представители комитета уделяли информационным стендам. Проверили работу телефона доверия и фиксацию вызова в журнале, наличие аптечки и питьевой воды для посетителей. По итогам встречи провели рабочее совещание и наметили перспективы сотрудничества. В целом работу отдела полиции оценили удовлетворительно. Работа, можно сказать, что даже не удовлетворительно, а на хорошем уровне поставлена. Имеется все и наличие аптечек, и все остальные, вся информация имеется. Все, что касается деятельности работы полиции в городе Анапе, она работает отлично. Единственное, хотелось бы, чтобы в летний период мы будем ходатайсить тоже, чтобы добавились люди, потому что то количество приезжих, которые сегодня в Анапе, оно превышает в разы больше населения, чем в обычном режиме. Фестиваль состязаний «Русский витязь» откроется завтра в селе Суко. Сегодня глава Анапы оценил подготовку к мероприятию. Место будущих баталий «Русских витязей» – поляна у турнирного замка «Львиная голова». Пока здесь идут подготовительные работы, организаторы обещают, к завтрашнему открытию все будет готово. Вы знаете, что вы на себя взяли огромную ответственность? Да, конечно. За жизнь и здоровье каждого участника и каждого гостя. Я вас попрошу очень серьезно за оставшееся время, насколько я знаю, открытие завтра в 10, за оставшееся время, каждый момент пригласить – это еще не значит организаторам. Я думаю, что все будет хорошо, Сергей Павлович, потому что основные организаторы уже прибыли, а вот в штабе идет регистрация у участников. Сергей Меркулов, один из организаторов фестиваля, рассказал главе Анапы, что запланировано 18 и 19 июля. С завтрашнего утра гостей фестиваля «Русский витязь» ждут исторические реконструкции воинских баталий, турниры, конкурсы исторического костюма, ярмарки народных ремесленников. Организаторы обещают и деловую программу, форумы и дискуссии. В рамках международного сотрудничества России и Республики Беларусь в Анапе проходит выставка-ярмарка белорусских товаропроизводителей. На площади у кинотеатра «Мир кино» развернулась широкая ярмарка. Обувь, белорусский трикотаж и ситец, кондитерские изделия, фабрик «Красный пищевик», «Спартак», «Коммунарка», колбасные изделия из натурального мяса, пинского мясокомбината для анапских модниц, уникальные изделия из льна. Дизайнерские работы. Здесь вываренный лен, который не теряет форму после стирки, то есть не усаживается, он проходит специальную обработку. И вот дизайнерская роспись идет ручная, поэтому очень красивые, элегантные модели. Сергей Шиманский привез из Минска изделия семейного предприятия – глиняные вещицы и ручной работы. Мало кто знает, что такое кухлики. А вот и они – забавные сосуды для напитков, традиционные белорусские. Чайники, крынки, кувшины давно забыты, как наши бабушки с дедушками с вами. То есть вот возрождаем это, так скажем, искусство. Больше для ценителей это все-таки человек передает душу, вкладывает в свое изделие. Ну, опять-таки же, это довольно-таки интересно, одинаковых вещей нет. На самом деле на ярмарке очень много штучного товара. Покупатели отмечают высокое качество продукции. Мы пришли на ярмарку, нам просто друзья сказали, они вчера здесь были, мы пришли, решили посмотреть. Мы пришли, решили просто посмотреть, но вы знаете, настолько вот нам очень сильно понравилось. Качественная продукция здесь очень сильно. Вот мы с моей сестрой даже взяли три пары обуви сразу, разной. Кстати, и цены доступные. Выставка только начала свою работу, но товар убывает быстро. Прогуливающиеся вдоль палаток посетители без покупок не уходят. С баночкой конфитюра или чего-то еще. Выставка будет работать до 27 июля. Анадский филиал Сочинского государственного университета прощается с выпускниками. Торжественное вручение долгожданных дипломов прошло сегодня в городском театре. Они это сделали. Годы веселой и порой нелегкой студенческой жизни позади. Еще совсем недавно школьники, а теперь уже дипломированные специалисты. Сессии и зачеты теперь останутся только воспоминанием. Вы прошли серьезную подготовку для того, чтобы вступить в свою новую профессиональную жизнь. Поэтому, ребята, смотрю на вас. Вы до того бесподобные сегодня, до того яркие. Сочинский, он какой-то такой, знаете, весь оптимистичный. Хочу вам пожелать, чтобы вы по жизни шли с такой улыбкой, чтобы вы шли по жизни с оптимизмом. Знаете, что всегда у вас будут трудности. Без этого не бывает. Но мне хочется, чтобы они всегда преодолевались. 90 выпускников очного отделения и 125 заочников сегодня получили заветный диплом. Пропуск в трудовую самостоятельную жизнь. А вот диплом с красной корочкой – это особый знак. Чтобы его заработать Марине Демидовой, приходилось много трудиться. И вот результат ни одной четверки. Если усердно работать, преподаватели отзывчивые, помогают. И все получается. И своей специальностью гордиться. Она востребована на локальном рынке. В Анапе очень много предприятий, которым требуются такие специалисты, как мы. Студенчество – особая категория. Творческие, яркие, энергичные. С легкой грустью сегодня эти ребята выступают на сцене. Четыре года я пела в «Черноморских голосах». Запомнились концерты, на которых мы четыре года подряд выступали на выпускных, готовились. А теперь вот как-то печально, что сама и пою на своем выпускном. На самом деле у ребят все только начинается. Впереди трудоустройство и большая жизнь. Кстати, многие выпускники уже работают по специальности. В Анапе создаются все условия, чтобы молодежь не скучала в летние каникулы дома. Работают дворовые площадки, школьные лагеря, проводятся различные мероприятия и походы. Насколько интересно, это для ребят узнала наша съемочная группа. Из восьми маршрутов похода, организуемых Центром патриотического воспитания «Ратмир», мы выбрали маршрут «Дорогами славы». Здесь и история, и живописные места Анапы. Мальчишки и девчонки, которые записались вместе с нами, уже ждали нас с нетерпением. За разговорами дорога показалась быстрой и легкой, несмотря на крутые повороты. По дороге сюда, на гору, нам рассказывали очень много историй про Великую Отечественную войну. Было очень интересно, занимательно. Дорога пролетела очень быстро и даже незаметно. На привале нам рассказали один факт из истории Великой Отечественной войны. На этом месте высадились три десантные группы для выполнения боевого задания под командованием Дмитрия Калинина. Они, в принципе, свою миссию выполнили. И, к сожалению, очень дорогой ценой никто в живых не остался. А в 2007 году на этой горе появилась идея обозначить место высадки десанта. Как сейчас помню, была очень-то такая нехорошая погода, шел дождь. И мы на себе, собственно, поднимали все эти трубы, все строительные материалы. Ну и, в принципе, за день его поставили. Этот памятник составляет из себя три столба. Мемориальная плита, на которой написано, к чему это все приурочено. А под плитой мы заложили капсулу с письмовым потомкам. Также мальчишки и девчонки провели работу по благоустройству территории, прилегающей к мемориалу погибшим воинам. Достаточно красивое место. Здесь есть много интересных деревьев, которые не везде можно встретить. Тихо, чистый воздух, поют птицы. Ну, в общем, хорошее место для того, чтобы отдохнуть. Сильно не устали, поднялись, немножко позанимались памятником. Затем ребятам показали окопы, которые остались со времен Великой Отечественной войны. Это была наблюдательная позиция снайперов. Когда мы только сюда пришли, проводили разведку поисковую, здесь лежало очень много гильдов от винтовки Маузера. То есть, ну, предположительно, что человек лежал, стрелялся в ту сторону, стрелял, и сюда вылетали гильды. Поход прошел легко, весело и познавательно. Все вернулись с яркими впечатлениями не только от завораживающих пейзажей, но и от захватывающей истории с места, где раньше происходили бои. Автор музыки к знаменитым мультфильмам, житель нашего города, член жюри музыкальных и детских фестивалей, встретился с инопчанами. Мы выросли в интересное время. Практически у каждого были кумиры. Один из них – композитор Григорий Гладков. С первых же аккордов дети и взрослые узнали «Человека в шляпе». Не узнать было трудно, ведь он подарил столько забавных и всеми любимых песен к мультфильмам. Пластилиновая ворона, приключения Буратино, красная шапочка, незнайка его «Друзья» и даже музыкальная заставка про то, как трудно собакам, если хозяина нет, для телепередачи «Док-шоу». Все эти веселые песни, которые мы помним с самого детства, принадлежат перу детского композитора. Будут песни на серьезные стихи. Александр Кушнер – это первый ряд премии «Пайт России». Много детских песен будет, здесь дети пришли. Так что у нас прекрасный вечер анапской интеллигенции. Гладков является рекордсменом книги рекордов Гиннесса России из-за большого количества выпущенных дисков с песнями для детей. На данный момент живет в Анапе. По словам композитора, город похож на декорации для хорошей сказки. Сама Анапа похожа на такой театр кукол. Эти уникальные домики с такой архитектурой своеобразной, прямо как такое собрание кукольных театров. Это точно, что у человека, по-настоящему любящего город, глаза и душа открыты на видение красивого и только хорошего. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В субботу 18 июля в Анапе малооблачно возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25-30 градусов. Ночью до 23 градусов тепла. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. В воскресенье 19 июля в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем 22-28 градусов со знаком плюс. Ночью до 22 градусов тепла. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главные достоинства Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова